Здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем наш эфир. Я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка Гетман» и «Медицинский центр «Призма». С нами на связи Наталья Бутырская. Я хочу напомнить, что она эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики. Наталья, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Здравствуйте. Взаимно, Людмила. Спасибо. Наталья, вот последнее время, последние сутки, наверное, да, читаем о том, что в Китае начались протесты. И не просто протесты против коронавирусных ограничений, а протесты, на которых проразглашаются лозунги о том, что пора, наверное, как-то менять СИ. И это на фоне последних событий несколько удивляет. Поэтому, если можно, давайте поговорим об этой ситуации, что там происходит на самом деле. Давайте начнем с того, как живут китайцы и что стало триггером этой ситуации. Китай, в отличие от всех стран мира почти, до сих пор придерживается ковидной политики, которая называется нулевая терпимость к ковиду. Вот эта стратегия, она стала формулой успеха для Си Цзиньпини на начальном этапе. То есть, когда возникла эта болезнь, то Китай быстренько закрывал большие миллионники города, отслеживал распространение болезни и пытался свести к нулю заболевания, устраняя цепочки. То есть, даже тех людей, которые контактировали с тем, кто контактировал. Это ему удавалось легко, потому что в Китае работают очень хорошо технологии слежения. И вот внедряя систему ковидного слежения, это так называемые QR-коды, удавалось отследить, например, когда мы пошли в торговый центр утром, а вечером там обнаружили человека, который заболел на ковид. И вот все люди, которые были с помощью этих телефонов, они их сажали на карантин. Ну и таким образом целые города. В течение трех месяцев, когда возникла болезнь только, Китаю удалось выйти на ноль. То есть, когда в мире были сотни и тысячи больных, то Китай 20-30, например, кейсов показывал. И в результате, к сентябрю, Китай объявил, что он ковид-фри страна, получили все медали. И вот эта формула, она стала как бы личным брендом Си Дзиньпиня. И что он смог в эту такую страшную болезнь предотвратить и спасти людей. И что жизни людей — это самое главное для коммунистической партии, для их лидеров. Почему это важно было показать на то время? Ну, надо вспомнить, что 18-19 год — это начало противостояния между Китаем и Соединёнными Штатами. Сильного противостояния. Это истории и санкции по поводу Синьцзяня и так далее. И вот Си Дзиньпинь для своей внутренней аудитории первой, он показывает, что, смотрите, мы, ну, какие мы успешные. Вот наша формула, наш режим. Он смог взять под контроль эту болезнь. А вот посмотрите на Соединённые Штаты, на Европу, посмотрите на этот западный мир. У них мрут люди сотнями. Особенно было очень ярко, потому что в то время в Соединённых Штатах была межсезонка президентская, когда выборы, и в стране не было контроля за болезни в достаточной мере. И только когда Джо Байден пришёл, он начал и работать с партнёрами европейскими над вакцинами, и вообще в целом над этой политикой. Но учёные, те, кто занимался этой проблемой, он говорил, что Китай, устраняя таким образом невозможность людям и как бы создавая эти барьеры, он в любом случае должен будет пройти через болезнь. Ну, возможно, что штамбы будут менее контагенозные. Но и на самом деле так и происходит. Когда в мире уже о болезни забыли, и, в принципе, симптомы, они не такие разрушительные, то в Китае очень сильно боятся, как общество отреагирует, не будут ли эти волны серьёзными. И поэтому Китай на протяжении трёх лет оставался закрытым, то есть попасть в сторону невозможно для внешних контактов. Китайцы выезжают очень-очень лимитированно, они получают разрешение, и до сих пор в Китае длительные карантины. Даже внутри страны, например, если ты живёшь в Пекине, а тебе надо было в какой-то другой регион переехать, ты приезжаешь в этот регион и сидишь на карантине. На протяжении вот этих всех лет сам карантин, время карантина, оно уменьшалось. На сегодняшний день там 5 или 7 дней. Но это не самое главное. Самое главное, что Китай так и продолжает ту свою стратегию, которую начал в начале. Первое. Каждый день тестирования. Даже не каждый день, а каждые 48 часов. То есть если тебе нужно пойти в магазин, если ты заболел, любой, если тебе надо поехать куда-то на городском транспорте, у тебя должен быть тест, который ты сдавал в течение 48 часов. И как-то так не пройдёт, потому что я уже сказала, что это всё отображается в телефоне. И есть, например, красный, жёлтый свет и зелёный. Таким образом, люди, вместо того, чтобы работать, чтобы жить нормальной жизнью, они стоят в большущих очередях, чтобы сдать этот тест и его предъявить. Но это не самое главное. Но если у тебя позитивный случай, или ты стоял в очереди с людьми, которые имели этот позитивный случай, или ты сходил в магазин, где утром, например, кто-то пришёл, а у него оказался позитивный тест, значит, и тебя, и твою семью, и тех, с кем ты успел пообщаться, и ряд людей садят на карантин до сих пор. Меры, которые они снижают, они уже не закрывают полностью город, как было раньше. То есть 20 миллионов, 30 миллионов, 10 миллионов город, неважно. Его закрывают и делают тестирование. И пока они сделают тестирование, там не проведут работу, выйти на ноль, этот город закрыт. Сейчас они микрорайонами. То есть уже микрорайон высокого риска и низкого. То есть это немножко уменьшение такого жёсткого подхода. Но тем не менее. И получается, что циклы рабочие, они нарушены. Жизненные какие-то планы, они нарушены полностью. Люди живут в постоянном таком вот стрессе, что они должны быстренько сделать этот тест. И ещё они должны бояться. Потому что если у тебя позитивный тест, и тебя, и тех, с кем ты контактировал близко, забирают в карантинный центр. Дома не разрешается проходить карантин. Карантинные центры в связи с тем, что нужно много людей сажать, потому что сажают даже бессимптомные. Например, это если у нас выставочный центр большой есть, мы представляем себе. И там в выставочном центре делаются маленькие кабинки. Просто, условно говоря, разделяются для кровати и для тумбочки. Воздух циркулирует. В принципе, общий. Но люди лежат на этих кроватах, и они должны там высидеть. Раньше было 21 день. Или даже люди не знают, сколько человек должен сидеть. Потому что часто было, что ты сдаёшь тест, он показывает, у тебя приходит результат теста на телефон, и, в принципе, поспорить с этим зелёным, жёлтым. Жёлтый — это подозрение, зелёный — это уже всё хорошо. Ты не можешь поспорить, потому что пришёл тест, и ты должен на телефоне всё. А спорить это ты не можешь. И было очень много случаев весной, например, даже когда наши люди, вот девочка из Киева, которая училась там, она показывала, как она пребывает в этом центре, в итоге она уехала из Китая. То есть это не выдуманные истории, это совершенно реальные истории, которые мы получаем. Потому что, естественно, что китайские СМИ, они сильно цензурируются. Китайские социальные сети, они цензурируются. И много получить информации об этой ситуации мы не можем, но, тем не менее, она просачивается. И мы это знаем. И вот люди живут три года под вот таким прессом, сидят в маленьких комнатках днями, неделями, месяцами. Вот, например, город Шанхай, 25 миллионов, в апреле месяце сидел более полтора месяца. А сейчас опять вспышка. Фиксируют по 40 тысяч кейсов. Ну, на минуточку, например, в Китае живет миллиард, миллиард 400, 1,4 миллиарда населения. То есть, ну, это очень маленькая цифра, если смотреть с точки зрения нынешних подходов мировых. Но для Китая это очень большая цифра. И поэтому очень много городов больших закрыто на локдауны. Но триггером люди устали. Даже в разговорах с знакомыми, которые боятся говорить в социальных сетях, потому что стоит банк на слова. И потом, если ты что-то там неаккуратно сказал, придут предупреждения. Но, тем не менее, люди устали морально, они вымотались от того, что сидят в этих помещениях. И тут же за это время люди почувствовали это экономически. Как бы страна не пыталась там покрывать эти все процессы, но все-таки Китай это большущая мировая производительная фабрика. Там большущие компании мировые размещают свои заводы и производство. И это все нарушается. И одним из примеров, то, что, опять же, у нас прозвучало сильно в СМИ, буквально несколько недель назад, это была ситуация на заводе Foxconn. Там производится почти половина всех мощностей iPhone, мировых мощностей. И вот в городе, в котором находится этот большой, это как бы производственный город в городе, потому что только на этом заводе работает 300 тысяч людей. И вот там находят кейсы, и город закрывают. Что делается в этом случае? Вот собственники заводов, они уже должны приспособиться были за это время, чтобы не останавливать цикл рабочий. И вот они предлагали во многих случаях, чтобы работники жили там в общежитиях у них на территории. Ну, это было и оправдано, потому что не все люди были из этого города. Многие, например, приезжали из других местностей. в начале, например, чтобы запустить этот процесс, заказывались автобусы или транспорт, люди проходили тест для того, чтобы избежать каких-то контактов с другими, их привозили централизованно на территории заводов. Они там карантин в этих общежитиях и работали. Когда ситуация была более-менее, не было карантинов, то они передвигались, как-то могли еще выезжать. Но вот объявился случай, кейс. Эти территории заводские закрывают на неопределенное время. И завод предлагает своим сотрудникам, что вы проживаете, те, кто там, те, кто имеет тест позитивный, их отселили в другие помещения, а вы, пожалуйста, работайте, мы будем доплачивать вам бонусы, ну 3-4 месяца сколько можете будет проживать на нашей территории. Но люди, многие, испугались, что они будут закрыты на неизвестно какой период, что они могут заразиться от других, потому что кейсы были, и те, кто там живут в соседних помещениях, с их точки зрения они не получали достаточной медицинской помощи и так далее. И тут эти люди, которые недовольны, они начинают прорывать барьеры, потому что когда закрываются города, значит, закрывают ворота, делают барьеры, там полиция или другие службы, они не выпускают людей, следят за этим. И вот масса людей из этого завода, она начинает прорывать эти коридоры для того, чтобы сбежать из территории, уехать домой. и таким образом на заводе, который имеет свои какие-то ответственные моменты перед миром, потому что у него заказы, возникает проблема, что делать. И, ну, то есть это один момент, как терпят производство, как ломаются все процессы. Другой момент, насколько люди, они уже и устали, потому что живут в этом таком постоянном стрессе и экономически прочувствовали. Потому что очень часто, когда закрываются города, закрываются микрорайоны, люди не знают, когда это произойдет. Ну, спонтанно. И, например, на некоторых видео даже можно было увидеть, как с паркой закрывают, например, входы, чтобы люди не могли выйти из дома, где были найдены вот эти кейсы. Или же, ну, то есть люди понимают, уже научились, что они могут остаться без продуктов питания. Ну, без медицинской помощи это само собой. Там в других случаях есть какие-то другие проблемы. Вот. И, но самое главное, что эти, вот эти недовольствия, они возникали. Локальные вспышки, они были на протяжении этих лет. В частности, например, в Шанхае, когда город закрыли и не было доставок, когда совершенно не работал бизнес, магазины, были видео отдельные, когда люди выходили, они тоже ломали эти все барьеры и просто забегали в магазины закрытые, разбивали витрины и брали продукты. Такое происходило. То есть, ну, немножечко эта ситуация, она уже выглядит, ну, совершенно немножко необъективной. но триггером вот этой ситуации, то, что искра, стал момент в Синьцзиане. В Синьцзиане уже находится более ста дней под локдауном. Регион, мы помним, он, в принципе, на слуху, потому что там есть проблемы другого характера с правами человека. Ну вот, происходит пожар, и десять человек, людей, они не смогли выйти из этого дома, потому что он закрыт. На локдауном, и они сгорели зажим. И эта информация прошла в СМИ. Ну, естественно, в государственных СМИ объяснили, что там, или проводка, какая-то там причина, и всё было отлично, ну, просто несчастный случай. Мало ли, домов горят, и таких несчастных не бывает. Но это сильно взбудоражило китайцев в разных частях страны, потому что они в это время в том, в другом городе за тысячи километров они тоже сидели под локдауном. У многих тоже стояли барьеры, плиты. И так же, как в случае с Синьцзяним, возможно, пожарная, она не сможет проехать вовремя. Из-за этого потеряется время и погибнут люди. То есть, каждый прочувствовал эту ситуацию на себе. Что сегодня там Синьцзяний, здесь человек, а завтра может быть он. И вот люди в разных частях без особого, скажем, такого общего ядра. Тут нет у них какой-то организации, организованных митингов. Нет. Они вышли, это точка кипения, которая коснулась многих, и они вышли на улицы, начали ломать барьеры начали разбивать эти будки для тестирования и произносить лозунги. Главным, скажем, таким побуждающим лозунгом был один случай, который произошел буквально за неделю, наверное, до съезда коммунистической партии, которые готовились. Такой спонтанный выход одного человека на главном мосту Пекина, который написал, что мы не хотим локдауном, мы не хотим тестов, мы хотим кушать, мы не хотим локдауном, мы хотим свободы. Этот плакат очень быстро сорвали, и видео тоже убрали социальных сетей, но его определенное количество людей увидело, и поэтому, когда сейчас выходили люди, у них были уже заготовки, то есть то, что каждый хотел сказать, и они говорили, мы хотим кушать. Этот пазырик, он имеет совершенно такие практические и совершенно реальные поводы, потому что действительно люди не всегда могут нормально кушать, из-за того, что им банально перекрывают эти пути. И тут уже пошло о том, что мы хотим свободу, и долой Си Цзиньпиня, и долой коммунистическую партию. Плюс некоторые выходили с белым листом. Белый лист, это когда прочитать китайские сети, которые потом блокируются, белый лист, это и все и так понятно, ничего не надо говорить. Мы хотим свободу, мы хотим свободно исчисняться. Вот эти белые листы использовали и на Польше, и в Тяньмэне в свое время, и в Гонконге тоже. То есть оно имеет такое очень символичное значение в Китае. И получается, что чуть ли не впервые за много-много лет, с 89-го года с тех событий на Тяньмэне население в своих требованиях к власти экономического характера использует и политические призывы. Впервые за это время. Потому что на протяжении этих долгих лет был такой негласный договор. Ну, условно, партия не мешает людям зарабатывать деньги и улучшать свое благосостояние, создают условия для того, чтобы люди жили лучше. И это было, и это прочувствовал каждый нынешний гражданин Китая, потому что благополучие страны она постепенно возрастала. В то же время люди, они не мешаются в дела партии, в идеологию и политику. Они верят партии и знают, что она их ведет туда, куда нужно. И вот теперь у людей в какой-то части, особенно молодых людей, потому что движущей силой этих протестов было много-много студентов, так же, как и когда-то. И получается, что сейчас к этим лозунгам присоединяется и определенное недоверие к власти. Как бы она не пыталась прочищать информационную среду, когда власть наступает на интересы кровные экономического характера, начинается разговор и о свободе. Они говорят, мы хотим свободно, чтобы наши телефоны не проверяли, чтобы мы общались свободно. Люди прочувствовали, в какой они ситуации сейчас, что они никак не могут оспорить то, что их закрывает в комнату. И теперь возвращаемся к Синьцзяне. Китайцы очень холодно, скажем так, и безучастно относились к тому, что происходит на самом деле в Синьцзяне. Потому что там, в этом регионе, проживает мусульманское население. В свое время там был Туркестан, часть Туркестана, где проживали люди, уйгуры, казахи, узбеки, и часть ханьцев. И между этими двумя этносами на протяжении очень многих лет, с тех пор, как с 1949 года эта часть присоединена была к Китаю, происходят бытовые стычки. И на уровне там, и религиозных, не то чтобы религиозных, а просто бытовые стычки на уровне того, что разный менталитет у этих двух этносов. И поэтому в Китае на протяжении долгих лет создавался образ, что вот эти уйгуры, они немножко вот такие опасные, что они могут создавать неспокойствие социальное на территории Китая. И поэтому много людей, они соглашались с тем, что делает партия, что надо как-то контролировать это население с одной стороны. Потому что действительно в этом регионе до 2008 года было много тераптов. такие акты неспокойств, которые происходили на территории Китая, они шли оттуда или каким-то образом были связаны с людьми из того региона. А если не были связаны, то их связывали. И это насаждалось. И поэтому как там что происходит, ущемляют ли права уйгура, проверяют их ли сильно, размещают их в лагерях, это никого не интересовало. Потому что партия, она думает о благосостоянии страны, значит, она делает правду. Но на сегодняшний день Синьцзян таким образом, как триггер, он поднял весь Китай, волну во всем Китай. И люди, когда заговорили о свободах, они заговорили о своих свободах. Но в какой-то мере они прочувствовали, что такое сидеть в клетке, которую государство создаёт. Потому что в своё время Китай под такой вот эгидой, чтобы сделать регион спокойным, чтобы контролировать там ситуацию, он сделал очень много таких вот обременений, скажем, для людей технологического характера. Потому что в Синьцзян не очень давно уже установлены камеры, установлено слежение за людьми, куда идут, как передвигаются, с кем контактируют. Это отработано очень хорошо на регионе. Пандемия помогла это отработать на уровне всего государства. Создаётся впечатление, что всё-таки власть попыталась посадить китайское население в такую капсулу и отработать эту капсулу. Как можно, например, закрыть целый город, как можно закрыть микрорайон. Да, сейчас мы боремся как бы с очень опасной болезнью, которую весь мир уже научился обуздывать. Но есть ли уверенность, что в какое-то время или даже если вдруг эти протесты вырастут и выйдут за пределы того, что власть может справиться с этой ситуацией лёгкими методами, не будут ли использованы эти отработанные меры по отношению к людям в будущем. потому что были прецеденты. Мы, например, конечно, читаем, слушаем о самых открытых побуждениях помочь людям уберечь жизни. Тиньпиньсам много говорит о том, что во время съезда тоже говорил, что вот это наша стратегия, она очень успешная, она доказана наукой, она отработана на практике, и мы главное, что мы делаем это, мы бережем нашу жизнь. Но были случаи, когда, например, локальное недовольствие людей из сельской местности, которые хотели поехать к банку своему инвестиционному и устроить там пикет. Был свой какой-то в претензии. Но вот удивительным образом, когда люди подъехали к месту, где они хотели этот пикет сделать, у них загорелся красный код на их телефоне. Естественно, с точки зрения законодательства они должны были быстро обратиться в те места, которые не должны обратиться, а не пикетировать. Это очень хороший инструмент, конечно. Теперь касательно того, что недоработала власть. мы видели, как на первых порах Китай разворачивал большие госпитали, потому что действительно власть испугалась, что она не сможет справиться с количеством больных, учитывая ситуацию в своей медицинской сфере. Китай тоже сделал вакцины одним из первых, и это был предмет гордости внутри страны. Вот посмотрите, мы быстро сделали вакцин и для международного имиджа, потому что Китай активно использовал эту вакцинную дипломатику. Но, как оказалось, вакцина не сильно справлялась уже с последующими вирусами, и несмотря на то, что люди в Китае получили уже по несколько бустеров, власть боится, что если она отпустит ситуацию, то будет много больных. То есть тут такая дилемма. С одной стороны, они пытаются придерживаться нулевого ковида, то есть убрать полностью эту болезнь. Но, как оказалось, этого не произойдет. Мир уже согласился с тем, что он будет жить с коронавирусом как с сезонной болезнью. И Китаю надо принять этот факт. Но это немножко политический, идеологический факт, потому что они рассказывали, что они полностью на своей территории убрали этот вирус. Теперь нужно и не только теперь, вот на протяжении этих трех лет надо было постепенно переходить к идеологической точки зрения и с точки зрения приготовления. То есть если их вакцина оказалась не очень эффективной, надо было думать о вакцинах и вакцинировать или разрешить, например, иностранные, что они не сделали. Потому что некоторые соседние страны, которые вначале воспользовались и помощью Китая и покупали эти вакцины китайские, когда они поняли, что они не настолько эффективны, как, например, другие западные, они перешли на другие вакцины. Это первое. Второй коррективный иммунитет. Закрывая людей в капсулу, они, конечно, не получили коррективный иммунитет, и поэтому боятся, что люди все-таки переболеют. И опять же медицинская система не отработала нужную готовность для того, чтобы пройти постепенно, как все проходили, через болезнь, через корректирование, через такие способы, как это прошли все. То есть получается, что власть себя посадила в капкан с разных сторон. Но теперь протесты происходят, немножко неожиданно, что они произошли в разных местах. Не только локально, как это было, а в принципе по всей стране, и плюс появились эти лозунги. Конечно, официальная версия, что какие-то внешние силы пытаются сыграть на настроениях, внешние силы пытаются сделать цветную революцию в Китае, этот аргумент он всегда существует. Найти причину очень легко. В то же время власть быстренько пытается исправиться с этими протестами. Каждый город, каждый регион на локальном уровне предлагает и смягчение мер, и субсидии, решает на локальном уровне, плюс вузы, потому что они стали таким ядром этого движения, они первые отправляют своих студентов на каникулы до китайского нового года, причем централизованных, высаживают поезд и отправляют. Плюс чтобы они разъезжались из больших городов, имеется чтобы не было очагов протеста. И до китайского нового года, китайский новый год начинается в конце января, и обычно китайцы еще недели две они празднуют. То есть надо централизованно отправляют молодежь по домам, чтобы можно было вот эту массу куда-то убрать. Второе, руководство вузов уже собиралось с центральной властью и проговаривалось, что надо усилить идеологическую работу, надо узнать, что там за внешние силы, проследить, внешние силы, какие они пытались внедриться и раскачать ситуацию. Ну и конечно центральный комитет безопасности, центральный комитет партии, он тоже собирался и принял решение, что надо заняться теми, кто пытается подорвать национальную безопасность и социальное спокойствие. То есть инструментов китайской власти очень много для того, чтобы придавить это все, расправиться и наладить жизнь. То есть это первый момент. Второй момент постепенно, в любом случае постепенно надо решать что-то, как выходить из ситуации. с одной стороны, Си Цзиньпинь и коммунистической партии очень сложно отказаться от политики нулевого ковида, потому что она очень громко прозвучала и если они сейчас начнут отказываться, то это покажет и слабость власти, что она под давлением демонстрации пошла на уступки. конечно никто этого делать не будет, потому что китайская власть она совершенно по-другому смотрит на такие процессы и в принципе партия сказала значит все должны слушать, потому что если они поступятся в этом моменте на следующий раз будут и другие тем более что прозвучали уже там призывы дайте нам больше свободы то есть такие вот опасные призывы которые могут внешние силы насаживать вот то есть работа будет проведена кого надо там арестуют кого надо проработают проговорят и попытаются это все заглушить но что в этой ситуации важно а кстати еще ну и в момент я вот прочиталась буквально перед вашей программой в газете в центральной Global Times пишут что наши ученые они доказывают что патогенность омикрона она значительно снизилась она не несет опасности для обычных людей но об этом уже давно сказали все ученые мира и это уже поняло население потому что из-за чего этот сырбор Китаю например очень долго удавалось пугать население что вот смотрите мы вас охраняем от этой болезни в мире мрут вот смотрите тысячи миллионы мы создаем все меры и это все звучало с социальных сетей но когда спустя три года некоторые китайцы все-таки выехали за границу получив разрешение по бизнесу или у кого-то есть семьи или какой-то вид на жительство в других странах и или когда студенты включили VPN все-таки и вышли в какие-то социальные сети они увидели что мир живет уже без масок что мир живет обычной жизнью ездит у них бы у многих просто такой шок и очки упали многие что получается наверное не все так правильно и слова партии слова власти они были поставлены под огромный жирный такой вот знак вопрос зная это партия все равно пытается эти очки все-таки надевать на население потому что во время вовремя чемпионата мира в Катаре когда по футболу все кто внимательный кто был в Китае они увидели что во время трансляции трибун где люди сидят без масок в Китае пытались эту картинку перекрыть там например такими где бегают например на поле футболисты то есть менять картинку чтобы люди не увидели как сидят на трибунах ничего себе да какая история но это не скроешь в современном мире даже если все технологии перекрыть случай Китая показывает что иногда вот с этой капсулы можно немножечко высунуть один глаз и увидеть что мир совершенно другого цвета и вот это вот сомнение оно потеряно в сомнении внутри китайского общества особенно молодого поколения что все-таки то что говорит власть оно не так что немножечко есть другая часть любой ситуации плюс например когда уже протесты произошли то полиция начала активно просматривать прочесывать всех людей которые например выходили из жилого комплекса куда они идут или студентов и просматривали мобильный телефон есть ли VPN и есть ли какая-то там связь с другими сетями через VPN которые вне Китая потому что они уже создали там свою социальную сеть и все и Китай отрезан от Фейсбука и других социальных сетей которые в мире и многие студенты они очень сильно возмущаются потому что они говорят вы уже власти даже нашу личную жизнь и получается что невозможно закодировать так как хочется китайской власти невозможно закодировать человека в современном мире как бы ни использовали и технологии и прессинг в любом случае найдется точка кипения которая которая взорвет общество которое очень долго терпит в случае с Китаем это прежде всего сыграла роль экономическая сторона потому что китайцы прочувствовали как это хорошо жить как это путешествовать по миру если вы помните еще там три года четыре назад китайцы были самые желанные туристы в мире потому что у них появились деньги и в самых дорогих магазинах Милана Парижа были китайские туристы с большущими сумками покупок и это нравилось не только нам тем кому они приезжали это нравилось им для них открылся мир у них открылись возможности и вот эти возможности они сузились их закрыли в стране начале на три года их не выпускают в страны и более того их закрыли на территории на территории маленьких квартир на территории жилых комплексов и в какой-то момент конечно люди ну взрываются даже несмотря на тот страх который грозит потому что в Китае хорошо отработаны технологии камеры отслежения и конечно все люди которые выходили на площади их проверят они их проработают ну и постараются успокоить но с другой стороны это и указывает на то что Си Цзиньпин проложил себе дорогу к своему третьему сроку ему удалось и уничтожить оппозицию и собрать вокруг себя в главных политических органах людей которые лояльны к нему лично и к его политике и казалось бы он уже подстелил себе соломку под свою свою каденцию которая ну в правокрайней мере с точки зрения его личного желания она не должна была ограничиться пятью годами а в принципе бесконечной насколько позволит ему его физическое состояние так вот эта ситуация она указывает на то что ему придется справляться с большими вызовами внутри китайского общества потому что он не может на сегодняшний день обеспечить тот рост экономики тот рост благосостояния людей которым они привыкли который у них был и желание закрыть людей ограничить их свободы и сделать вот Синьцзянь на территории всего Китая оно все-таки будет находить такой вот обратный всплеск и получается что мягким теплым спокойным это правление в любом случае не будет Наталья спасибо вам огромное спасибо за то что были сегодня с нами вам страшно благодарны за это спасибо большое до свидания Наталья Бутырская была сегодня с нами на связи за что мы очень признательны конечно признательны вам наша спонсорная платформа Патреон оставайтесь с нами это был Укрлайф ТВ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok